Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале. Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш плейлист. Вы такие молодцы, такие большие трудолюбцы, огромные трудолюбцы, солнышки. И действительно, даже находите время, чтобы писать, тренироваться на английском языке. Как здесь. I learn English with great pleasure. Да, я изучаю английский с огромным удовольствием. Да, здорово, друзья, отлично, что применяете как раз на практике полученные знания. Мы идем вперед. Очень радостно, что счетчик по словам растет. Здорово. Идем как раз к первой тысяче. И вот очень интересное поучение святой праведный Иоанн Кронштадтский. Я оставил очень много поучений как раз о молитве. Вот такое поучение. Приступая молиться царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивший милости. То есть, действительно, все святые говорят об особой помощи по молитвам Царицы Небесной, Царицы Богородицы. И также, в частности, некоторые святые старцы говорят о Богородичном правиле. Вот о сегумене Саве мы читаем, что он благословлял выполнять Богородичное правило. То есть, 150 раз читать молитву Богородица Дева Радуся. Я думаю, что кто слышал о батюшке Серафиме, преподобе Серафиме Саровском, тоже неоднократно слышали про это правило и про огромную помощь как раз по молитвам именно как раз Богородице Девы Радуся. И также, если посмотреть, подробные поучения как раз пишет старец, Серхи Мандрит, Святый Троиц и Сергиеви Лавры тоже как раз пишет про огромную помощь вот именно этих молитв. И действительно, он радовался, когда люди больше сильно проявляли усердие в этой молитве. Друзья мои, мы же с вами переходим к основной части отрицания как раз в будущем простом времени. Смотрите, общая формула. Подлежащая плюс will not плюс глагол. То есть, просто есть опять же полная форма для not после will. Ну, опять же, на практике используется обычно сокращенная форма и мы по умолчанию ее используем. Что это за сокращенная форма? Смотрите, это форма won't won't То есть, не важно там I, we, you, they, he, she, it. Не важно, что здесь стоит, именно won't won't плюс глагол. И вот смотрите, здесь есть небольшая тонкость в произношении. Она, в принципе, на слух практически может быть неловима или едва уловима. Но если хотеть, это won't это o, o, краткое o, won't, won't. А если не, это o, won't, won't. Помните, когда мы сами разбирали такое слово, как don't, ведь это же тоже, помните, мы транскрипцию писали, это не don't, а don't, don't. И есть также паналоги won't, won't, won't. Вот такая тонкость. То есть, давайте попробуем вот сейчас перевести. Я не буду делать это. Если полная форма, давайте для практики начать скажем в полной форме, то есть подлежащее. Это я, I. Далее не. Это полная форма. Will not. I will not. Плюс глагол. Do. И это it. Получается, I will not do it. I will not do it. Я не буду делать это. Грамматически это верно, но просто когда так, это звучит формально, очень формально. Да, возможно, мы встретим в каких-то писемных документах официальных и очень формальной какой-то переписке. Возможно, мы это встретим. Но обычно управляют именно краткую форму, мы тоже ее по умолчанию используем. То есть, мы это will not заменяем на одно слово, про которое речь шла выше. Это слово I will not do it. I will not do it. Я не буду делать это. Опять же, можно перевести я не сделаю это или я не буду делать это. Это будет звучать так же. I will not do it. I will not do it. Да, многие спрашивают, а может я хочу сделать это? А может быть да? А может быть нет? Может я хочу это? I will not do it. Do it. Может быть так? Как понять? Я не сделаю или я хочу? Да, но вы понимаете, что грамматически, разумеется, что want to плюс глагол грамматически это неверно. Поэтому, конечно, если я хочу, мы говорим I want to do it. Want to. I want to do it. А если мы просто слышим без to, то естественно, что это уже не как раз хочу, а именно отрицание. Вот в этом есть грамматическая тонкость. Ведь want to. А просто так want to do it, конечно, это в корне неверная, большая, грубейшая, грамматическая ошибка. Нет, I want to do it. У нас интересует именно вот это. Want плюс глагол. I want to do it. I want it. Я не буду тратить свое время на это. Я не буду. I want I want тратить spend свое время, то есть мое время, my time на это on it. I want spend my time on it. I want spend my time on it. I want spend my time on it. Так, видите, want неважно, там I, he, she. Want для всех лиц. Значит, смотрите, да, получается want это хотеть, а won't это не, для будущего времени. I want to do it. Но самое главное здесь понимать эту грамматическую тонкость, да, что если хотеть, это want самое главное здесь. А нам нужно именно просто как здесь. I want to do it. I want to do it. I want spend my time on it. I want spend my time on it. То есть, видите, общая формула want плюс глагол. Я не буду покупать это. Я не буду I want покупать это buy it. I won't buy it. I won't buy it. Я не пойду туда. Я не I won't пойду go туда there. I won't go there. I won't go there. Тебе не понравится это. Тебе you не понравится не won't понравится like это it. You won't like it. You won't like it. Мы не поедем в Англию в этом году. Мы не поедем we won't go в Англию to England в этом году. И в этом году вы не переводится просто говорим в этом году. This year this year We won't go to England this year We won't go to England this year I won't buy it I won't go there You won't like it We won't go to England this year Они не согласятся Они не They won't согласятся agree They won't agree They won't agree Можем также перевести Они не будут согласны По-английски также They won't agree Он не пойдет туда Он не пойдет He won't go туда there He won't go there He won't go there Она не сделает это Она не She won't сделает это did She won't do It Это не поможет тебе Это не it won't поможет help тебе you It won't help you It won't help you Это не произойдет так быстро Это не it won't произойдет happen так быстро так so и быстро мы по умолчанию используем quickly quickly It won't happen so quickly It won't happen so quickly It won't happen so quickly They won't agree He won't go there She won't do it It won't help you It won't happen so quickly Я не буду закрывать дверь Вот смотрите Открывать будет open open закрывать close close Если открыть дверь там окно используйте именно the the то есть к примеру если мы говорим с open открывать то открыть окно это будет open the window открыть дверь это будет open open the door open the door open the door закрыть что-то видите также close the именно the закрыть окно close the window закрыть дверь close the door close the door close the door и давайте посмотрим как раз транскрипцию смотрите close видите o o не close 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 и не оглушаем z close close открыть будет open то же самое не open а o open 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 и дверь будет door долгота долгое o door door опять же видите британский вариант долгое o door door американский слух door 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 окно window 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 то есть еще раз видите получается как open the window open the door долгота door close the close the window close the door я не буду закрывать дверь я не буду i want закрывать close the close дверь именно the door i want close the door i want close the door я не буду закрывать окно я не буду i want закрывать close the окно the window i want close the window i want close the window я не буду открывать окно я не буду i want открывать open окно the window i want open the window она не будет покупать эту юбку она не будет she want покупать buy эту юбку это this юбку давайте посмотрим транскрипцию skirt skirt это юбка skirt skirt не путаем с рубашкой рубашка это будет short short видите разница в одну букву здесь skirt это юбка short рубашка short short я не буду покупать эту рубашку я не буду покупать i want buy ту that рубашку short i won't buy that short i won't buy that short the skirt это юбка she won't buy the skirt short рубашка i won't buy that short i won't buy that short так фразы очень полезные фразы open the window open the door close the window close the door видите window window на конце звук именно о о как о произнос window 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 так i won't close the door i won't close the window i won't open the window she won't buy this skirt i won't buy that short она не будет покупать ту юбку она не будет she want покупать buy ту юбку ту that юбку skirt she won't buy that skirt she won't buy that skirt я не буду покупать эту рубашку я не буду i want buy эту рубашку это this рубашку short i won't buy the short i won't buy the short он не придет он не he won't придет come he won't come he won't come я не буду там я не буду в принципе так же можно перевести меня там не будет но дословно я не буду там я не i want буду be там there i won't be there i won't be there видите здесь так же обязательно нужно поставить be то есть я не буду просто так нельзя сказать просто i want и что-то нельзя сказать вот если вот как здесь без be это и в корне неверно мы говорили want плюс глагол есть глагол тогда быть получается i won't be there i won't be there я не буду там завтра опять можно перевести меня не будет там завтра он дословно значит именно так я не буду там завтра я не буду i want be там there завтра tomorrow i won't be there tomorrow i won't be there tomorrow i won't be there tomorrow she won't buy that skirt i won't buy this short he won't come i won't be there i won't be there tomorrow я не буду ему звонить я не буду i want ему звонить начали глагол то есть звонить call потом ему him call him i won't call him я не буду заказывать это онлайн я не буду i want заказывать order это it онлайн онлайн i won't order it онлайн i won't order it онлайн это будет не так легко видите здесь можно по-разному сказать это не будет так легко или это будет не так легко мы используем ту же самую конструкцию отрицания с помощью want идет то есть это it будет не видите дословно если полная форма будет будет will и не будет not not и вместе как раз вращается в краткую форму и получается it want it want be it won't be глагол видите глагол нужен здесь it won't be так легко так so легко ведь из формы to be именно прилагательная so easy it won't be so easy it won't be so easy видите просто так want оставить нельзя если нет другого глагола ведь это используется глагол быть получается it won't be so easy it won't be so easy это не будет сложно для тебя это не будет it won't be сложно difficult для тебя for you for you it won't be difficult for you обязательно нужно поставить be it won't be difficult for you это не будет интересно ему это не будет it won't видите другого глагола нет поэтому ставится be it won't be интересно ему но мы говорили по-английскому как разговариваем интересно для interesting for него for him да видите по-русски мы говорим интересно ему но по-английски interesting for когда указываем кому interesting for him it won't be interesting for him it won't be interesting for him i won't call him i won't order it online it won't be so easy it won't be difficult for you it won't be interesting for him это не будет интересно им это не будет it won't be интересно interesting им дословно для них для for них them for them for them то есть видите получается для него это for him for him для них это for them for them it won't be interesting for them it won't be interesting for them it won't be interesting for them это не будет лучшее решение в этой ситуации это не будет it won't be лучшее решение лучшее the best решение decision в этой ситуации in this situation 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 it won't be the best decision in this situation it won't be the best decision in this situation да друзья мы также в помощь нам дни недели вот как сказать в понедельник смотрите понедельник будет monday monday а в понедельник мы используем именно предлог он нужно запомнить что с днями недели именно он идет поэтому будет в понедельник он monday во вторник он тьюздей тьюздей это вторник в среду он wednesday если эта буква не произносится получается wednesday wednesday в среду в четверг будет first day в четверг он first day пятница friday в пятницу on friday on friday то есть on monday в понедельник on tuesday во вторник он wednesday в среду on first day в четверг on friday в пятницу ну и далее соответственно в субботу и воскресенье по аналогии также как мы здесь дописали это будет on saturday это в субботу и on sunday это воскресенье вот формула то есть он и день недели on monday то есть день номер один да понедельник on tuesday on wednesday on first day on friday on saturday on sunday я не буду делать это в понедельник я сделаю это во вторник я не буду i want делать это do it в понедельник ведь вот в понедельник это будет on on monday on monday i want do it on monday я сделаю это i'll do it во вторник on tuesday i'll do it on tuesday i'll do it on tuesday i'll do it on tuesday i want do it on monday i'll do it on tuesday it won't be interesting for them it won't be the best decision in this situation on monday on tuesday on wednesday on thursday on friday on saturday on sunday i want do it on monday i'll do it on tuesday я не буду делать это в среду я сделаю это в четверг я не буду i won't делать это do it в среду в среду с днями недели он и среда будет wednesday 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 on wednesday я сделаю это я сделаю это i'll do it в то он четверг first day on first day i'll do it on first day i won't do it on wednesday i'll do it on first day да, вот часто будет wednesday и пятница да, как будет пятница вспомним я не увижу его в пятницу я не увижу i won't see его him в пятницу в опять же с днём недели это он и пятница будет friday friday i won't see him on friday я увижу его я увижу i'll see его him только only в понедельник в он понедельник monday да, видите произнести сложное но мне кажется еще сложнее написать правильно wednesday видите, по факту мы как произносим when wednesday wednesday а здесь получается много лишних разбук появляется которые как бы не читаются wednesday но опять же это с непривычки получается wednesday wednesday вот все дни недели получается как бы пишем wednes day а на самом деле это wednesday 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 так я не увижу ее во вторник я увижу ее только в четверг я не увижу i want see ее here во вторник во это он и вторник это тьёздей тьёздей i won't see here on tuesday я увижу ее только в четверг я увижу i'll see ее here только only в четверг с днём недели он он и четверг first day first day i'll see here only on first day i won't see here on tuesday i'll see here only on first day да часто будет tuesday это вторник first day четверг также будет wednesday среда friday пятница i won't do it on wednesday i'll do it on first day i won't see him on friday i'll see him only on monday i won't see her on tuesday i'll see her only on first day он не пойдет туда в среду он пойдет туда в пятницу он не пойдет he won't go туда there в среду в он дождем неделю ставим он и среда вот мы произносим как бы вот так wednesday 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 видите как the wednesday звучит wednesday но пишется по-другому да видите некоторые буквы они пишутся но не произносятся получается wednesday wednesday согласен что дни недели сложнее писать здесь нужна дополнительная тренировка и практика wednesday wednesday he won't go there on wednesday он пойдет туда в пятницу он пойдет he'll go туда there в пятницу on friday he'll go there on friday he won't go there on wednesday he'll go there on friday he won't go there on wednesday he'll go there on friday вы знаете как tuesday и first day путают и также в принципе wednesday то есть это день третий wednesday и friday то есть wednesday среда и friday пятница значит пятый день тоже часто путают сложно wednesday friday это не поможет ему это не поможет it won't help ему him it won't help him и вы знаете также можно какую-то вводную фразу употреблять в начале к примеру я думаю это не поможет им я думаю i think это не поможет это не it won't поможет help им them здесь видите в английском запятая не нужна i think it won't help them i think it won't help them he won't go there on wednesday he'll go there on friday it won't help him i think it won't help them да видите здесь еще можно добавить что как раз по-русски можно по-разному сказать то есть это не поможет им или это им не поможет или им это не поможет но по-английски только так то есть вначале подлежащее потом want и глагол и далее что относится i think it won't help them my friends thank you very much we learn english with great pleasure спасибо Продолжение следует...